Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема хоккея важная, актуальная по мере того, как приближается весна. И разумеется, мы гордимся тем, как выступает наша любимая команда в нынешнем сезоне. И нас очень волнует, и как она проявит себя в решающем отрезке чемпионата, и какой она будет на следующий год. И потому мы в гостях у спортивного директора ХК «Металлург» Сергея Юрьевича Гомоляка. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с того, что было много месяцев назад, с того, в каком виде наша команда пришла в этот сезон. Как вы теперь, по прошествии полугода, оцениваете ту селекцию? Вот в частности, молодых ребят, воспитанников школы «Металлург», как они зашли в КХЛ? Я всегда говорил с лета, что, беря ветеранов, да, определенно хорошего качества, там, того же Яшкина, там, Жафярова, и там еще ребята были у нас на карандаше, мы еще раз, еще раз закроем дорогу к молодым. У нас есть Юров, который должен уже играть, потому что он два года просто просидел на лавке, да. Есть Гребенки, который в том году очень сильно сыграл в Амуре, да. Вот у нас есть Ромка Канцеров, которая, понятно было, что зайдет. Мы немножко не знали, как будет себя Мишка Грасс вести, но предсезонку прошел довольно-таки уверенно, да, и сыграл хорошо. Я думаю, что немножко не хватает, понятно, мощи, ну, высокий парень, техничный, да, но не хватает мощи, да, я думаю, что если он за этот сезон и за предсезонку наберет немножко мощи, я думаю, будет очень хорошего центрального уровня. Я видел, что у нас защита, во-первых, хорошего уровня, вот, у нас было там, ну, Гришка Дронов чуть-чуть выпал, да, это, так, в принципе, 10 защитников, которые готовы играть уже на высоком уровне, да, они и показывают, да, в некоторых играх бывает там шероховатости, но, в принципе, команда показывает хорошие, и в меньшинстве мы довольно-таки неплохо играем, вот, а по нападающим, ну, это понятно было, что все-таки молодежь должна заиграть, как бы, и мы видим, что так оно и есть. А если говорить о защите, да, это всегда момент более рискованный, когда мы говорим о заходе молодого игрока, вот тот же Данил Гололобов начал блестяще, прям первая треть сезона, настолько уверенно, солидно, что сейчас получается, сама КХЛ показывает молодому парню, что не все так просто, потому что стало чуточку сложнее. Я им постоянно говорю, что у тебя уверенность перешла в самоверенность, то есть есть такие моменты, которые он там, ну, спустя рукава делает, то, что проходило там в том году в Лисах, а он там был самый старший, то не проходит час, пока он был очень свежий в самом начале чемпионата, ребята из других команд были не очень свежие, может быть, пока под нагрузками, он показал очень хороший хоккей. Вот, ну, дай бог, что он прислушивается, да, и видно, что последние игры он играет, как бы, уже так более-менее, там и в обороне, и атаки так более-менее начинает. Он прогрессирующий парень, я думаю, что он на следующий год будет еще сильнее. Обмен Коростелева на Питунина. Вот сейчас, по прошествии месяцев, как вы эту сделку оцениваете, как вот обоюдо выгодно, да, что Питунин пришелся ко двору здесь, в магнитке, Коростелев вполне пригождается в Череповце? Ну, Сашка, я знаю давно, я его еще там и в Сочи, когда работал, и там в тракторе, когда уходил отсюда в трактор, тоже смотрел за ним и хотел его взять, да, мастер, с руками у него все хорошо, вот, и начал он здесь довольно-таки приличные очки всегда набирал. В данный момент немножко, мне кажется, потерял ту игру, которую от него ждут, вот. Ждем мы от него действительно там в плей-офф той игры, которую он показал, когда только пришел. Вчера он здорово загрыз прям соперника, с этого начался первый гол. Это у него все есть, вот это он умеет, под воротами он хорошо играет, голы вот эти все мусорные, это его игра. Не знаю, кого привести, примерно, но есть такие игроки, которые не забивают хороших голов, и могут в пустые отдавать, они не забивают, но зато мусорные вот эти вот переправить, там подтолкнуть, забить, заковырять, это вот его. Но такие хоккеисты нам нужны, как бы, да, понятно, что он может играть еще сильнее. Вот у Даниила Вовченко не складывалось начало сезона, всего два очка, там, в десяти играх он набрал, но, получается, к своему тренеру он вернулся и стал налаживаться. Ну, голы он забивает, как бы, да, но игру он не показывает, ту, которую он показывал там в Череповце. Вот, опять же, все мы ждем, когда он начнет играть. Андрей Владимирович говорит, что он не очень в хорошей форме пришел, там, не было времени тренироваться. Но, опять же, когда ты тренируешься один, это совсем другое, когда ты тренируешься с командой, это совсем другие вещи. Поэтому тут сейчас он как бы тренируется с командой, но набрать какую-то физическую форму, да, он нет возможности. Вот сейчас есть такие моменты, вот завтра, послезавтра, да, будут физические нагрузки, такие небольшие, Андрей Владимирович там запланировал, должны его подвести, ну, и не только его, а всю команду подвести в хорошем состоянии, там, уже в плей-офф. Даня тоже, говорю, очень хорошо играл там, и он ему и шайбы, помню, завозил в зону, и держал ее там, и в удалении очень много на себе зарабатывал, да, что сейчас нету. Вот, он, да, забивает моменты, которые ему создают, но сам он пока их не создаёт. Уход Жанна Себастьяна Дит. Чего здесь было больше, что нам не стоило ждать, пока он наберёт форму, вот, после травмы, потому что нужно наигрывать другие вещи, или это облегчение платёжной ведомости? Да нет, наверное, то, что ждать, конечно, не хотелось, потому что, ну, постоянно, ну, мы должны идти, как бы, в лидерах, держать человека, чтобы он набирал форму, да, это всё-таки какой-то риск, так, это, считайте, какой-то здоровый хоккеист, который может в данный момент сделать результат, он не попадает в состав, вот, поэтому, ну, наверное, пошли по этому пути. Многие говорят, что там ошибка, там, ну, я вот всё-таки не считаю, что это такая уж большая ошибка, я всё-таки не получил такой того времени, которого, наверное, он сам ожидал, да, я с Егором Мяклевым разговаривал, он играл в Диджерси как раз, и он с ним был в одной команде, и сам Егор сказал, что, ну, это хороший хоккеист, прям, ну, действительно, он играл очень здорово, что с ним здесь случилось, как бы, ну, здесь понятно, сначала приехал не готовый, потом начал более-менее набирать форму, да, потом начал там очки набирать, получил травму, после травмы вышел опять, получил там в два раза в голову, да, ну, и тут уже, как бы, понятно, что, ну, ни до какой игры там, ну, смысла не было. Артём Загедулин и Григорий Дронов уже частично, естественно, озвучивали, все механизмы и причины, но, естественно, какие-то там недомолвки, может быть, у кого-то остались. Ну, по Артёму понятно, не вписался, да, хотелось бы, чтобы он был вратарем номер один. Понятно, что некоторые игры он выдавал сильные, некоторые там матчи не выручил, вратарь должен выручать, а не обязательные голы, которые он пропускал, да, они привели там к поражению, вот, поэтому немножко не получилось, ну, и опять же, Илюха начал играть на высоком уровне, как бы, и держать тоже Загедулина в запасе, ну, наверное, смысла не было, да, вот, поэтому и Сашка Смолин неплохо там и тренировался, и Клемова нравится, поэтому, наверное, все-таки решили, вот, что обмен, например, тот же Гриши Дронова, да, на Подскребалина, вот, будет более-менее такой, что, ну, вот эти три вратаря, они должны нам все-таки помочь, как бы, и в плей-офф, понятно, есть опаска, что два очень совсем молодых вратаря, да, и Никита Подскребалин не так много играл в КХЛ, да, опаска есть, как бы, ну, я думаю, у всех команд сейчас вратарская линия не такая вчера, а Серебряков показал нам тоже феерическую игру, поэтому опаска у каждой команды, наверное, есть вратарей, как таковых нету таких вот прям, как Васька-Кошечкин, поэтому... Не пробивает. Тяжеловато, да, как бы, поэтому, ну, опять же, это же наше будущее, да, и говорю, если Илюха в этом году сдюжит у нас там в плей-оффе, да, то, я думаю, что вратарь из него будет серьезный вырастет. Карпов, Зернов, Михайлис. Полтора месяца до плей-офф. Вот именно в отношении этих матерых игроков почему такой срок? Мы по всем начали уже давным-давно разговаривать, как бы, да, понятно, что по Максу Карпову, ну, там вообще, как бы, вопросов нету, да, он должен остаться, да. То, что касается Зернова с Михайлисом, ну, это парень неограниченно свободный агент, один из них центральный. Не то, что боязнь, да, ну... Застраховал себя клубом. Застраховали, да, потому что вот сезон закончится, там, и непонятно, что у ребят там будет в голове, да, начнутся там звонки с любых клубов, там, обещания и тому подобное, и нам будет это все нервно происходить. Поэтому тут вот пришли к общему знаменателю, поговорили с ребятами, поговорили с агентами, ну, пришли к общему знаменателю, как бы, ну, почему бы нет? Говорю, ребята, которые, как бы, играют в команде на лидирующих рояле. А те суммы, которые озвучиваются в прессе, близки к реальности? Да. Ну, и вот у кого-то возникают вопросы, как мы впишемся в потолок, если нам надо переподписывать еще двух парней, про которых мы чуть позже поговорим. То есть у вас уже есть представление о том, как вот мы в этот потолок будем вписываться, и у вас все складывается, пазл в голове? Да, ну, естественно, мы бы, наверное, не подписывали ребят. Знаю, что у нас еще есть там молодые ребята, которые сейчас в лидерах, да, понятно, что договоренность там есть у нас, как бы, но по суммам никто еще, как бы, не разговаривал. Помимо тех ребят, кого мы уже упомянули, у кого контракты продолжатся и на следующий сезон? Ну, вот, Вовченко? Нет. У Вовченко нет контракта? У Джонсон? Нет. 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 Питунин? Есть. Гераськин? Есть. Есть. Ага. То есть, если мы берем защитников Орехов Еременко? Ну, у них нет, но они ограниченно свободные агенты, и с ними уже разговаривали на эту тему. Возможно, ребята доиграют там до конца сезона и подпишут контракт. Мы предложением сделали. Пресс? Пресса нету, контракт. Вот, здесь опять есть повод вернуться к теме легионеров. Когда уходил Ди, клуб изначально решил, что не будет искать ему замену перед дедлайном? Или был поиск, но не хотел избрать, кого попало, а другого, кто мог бы реально усилить, не нашлось на тот момент? Мы искали, да, но, опять же, из Европы даже канадцы никто не поехал, да, ну, там все равно надо было какую-то компенсацию платить. Из наших клубов, которые там, ну, вот, из Бориса, из Минска мы разговаривали, да, те ребята, как бы, вроде как хотели, но руководство их не отпустило. Сколько будет легионеров на следующий год? Кто-то говорит, что лоббируется тема пятерых, кто-то говорит, что никакой темы останется три. Ну, было совещание в Москве, и все клубы, за исключением пяти, пяти, по-моему, или четырех клубов проголосовали за пять легионеров, вот, и даже не хотели оттуда уходить, сказали, что давайте вот сейчас решаем и все. Ну, опять же, это не, наверное, приготимы КХЛ, да, это все решает Минспорт, а если Минспорт пойдет на это, то будет пять. Ну, я считаю, что это пять, это, ну, так скажем, оптимальный вариант. И вот опять, тогда мы возвращаемся к потолку зарплат, нам нужно будет подписывать людей. Мы не уйдем за потолок, это, понятно, штрафы и тому подобное, и поэтому мы все сидим и думаем, считаем, поэтому тут, я думаю, что все бы нормально. Ну, и вот тогда, конечно, к ключевому для многих болельщиков вопросу Даня и Никита, наши звезды. Данила сказал, что остается, да, и мы этому рады, как бы, ну, и придем к общему знаменателю. Ну, Миннесота же его очень хочет, говорят, там все на ушах стоят после его последних успехов. Ну, не знаю, кто там стоит, как бы, но, говорю, он сам дал согласие, он сказал, что с агентом ведется разговор, как бы, по поводу уже его финансовой составляющей. Вот, с Никитой немножко посложнее, Никита все-таки хочет дождаться весны, да, и подумать, поехать, не поехать, туда попробоваться, не попробоваться. Ну, с ним тоже, как бы, разговариваем с его агентами, как бы, да, ну. Я, как думаю, что Никите тоже надо поиграть здесь и еще и стать еще более-менее лидером там здесь. Ну, попробуем договориться с ним тоже. Запуск проекта все-таки команда ВХЛ в Магнитогорске, и уже даже посочилась информация, что Равиль Медихатович у нас этот проект на мостике возглавит. Вот, в каком сейчас состоянии процесс там по переговорам с возможными будущими игроками и так далее? Ну, мы, как бы, не хотим там брать со стороны, да, у нас ребята с Лиз там много, сейчас, которые ребята играют в Южном Урале, там у нас, по-моему, около восьми человек, да, и здесь у нас четвертый год есть, ну, наверное, ребят поопытнее, еще три-четыре, наверное, все-таки свои хотим. Именно с других городов, кто уехал, вернуть. Да, хотим вернуть, да, вот, а так, как бы, ну, наверное, с Вратарской линией, наверное, немножко попроблемно будет, да, потому что, ну, ребята с Лиз там шестого и пятого года, а третьего они будут в первой команде уже, вот, вот эта дырочка, как бы, ну, сейчас работаем над этим. Да, да. Может быть, и там защитников, но хоккейный опыт там, кто у нас неопытный? Пресса опытный, Бакалюков опытный, Яковлев опытный, Орехов играл на чемпионатах мира, Еременко играл на чемпионатах мира. Кого там еще у нас взять, там, ну, вратарей. Ну, вот, ну, про вратарей я сказал уже, да, опаска есть, как бы, но, опять же, вратарь себя показывает тогда, когда как раз команда играет. Команда хорошо играет, вратарь выручил, и все. Ну, если команда один, два, три раза там в период будет вратарь выручать, то и все будет хорошо. Ну, надеюсь, говорю, что все-таки ребята молодые, понятно, что будут подряхивать, но команда должна помочь. Где-то вовремя лечь под шайбу, где-то там не допускать каких-то таких ошибок, которые там приведут в голову, да, таких глупых, как мы иногда делаем. Другое дело, что у нас многие хоккеисты не играли дальше первого круга, это вот как раз ребята, которые пришли там, да, в Северстале, там, ребята молодые, там, тот же, там, Силантьев, там, Ромко Кацеров никогда не играл в плей-офф. Вот, если Гребенкин не играл, там, да, они же не попали, по-моему, в том году. Нет, Амур не попал. Они не попали, ну, Даня выходил там, понятно, в плей-офф играл. Вот, ну, посмотрим. Капитан. Вот, вы, Яковлева, упомянули как одного из самых опытных игроков. Ну, это вообще, как бы, необсуждаемая тема, да, потому что, ну, Егор, видно, что он, как бы, капитан, прям вот, от и до. Он ведет команду, он профессионал, он тренируется, там, больше всех он выходит перед раскатками, там, бегает, прыгает. Если бы была возможность, там, подписать его на пять лет еще, там, можно было бы прям подписать, как бы, и не заморачиваться, потому что, ну, действительно, как бы, он такая ключевая. Ключевая фигура, там, в команде, да, Андрей Владимирович говорил вначале, помните, когда он его, там, убрал, там, с большинства, там, и, там, подобное. Говорю, вот, некоторые в командах узнаешь, там, что он начинает психовать, там, плеваться, там, меня не ставят большинство. А Егор, наоборот, начал тренироваться больше. Просто тренироваться, тренироваться больше, показывает ребята, уходит в зал. Вот, молодые должны, вот, на таких хоккеистах, там, молодежь растет. Нравится атмосфера в раздевалке, вот, наверное, это тоже такая важная штука перед плей-офф. Ну, атмосфера вообще в раздевалке хорошая, говорю, и это мне напоминает, когда команда, когда мы проиграли в финале, да, ЦСКА, да, команда примерно такая же была, да, там, нету, так скажем, предателей, которые там могут, там, в спину плюнуть, там, и того, если кто-то хочет, там, кому-то сказать, они скажут там в лицо, да. Вот, и поэтому Андрей Владимирович вчера даже после игры сказал, что большие турниры выиграют команды, никто не выигрывает в одиночку. То есть, кто-то будет, там, тянуть одеяло на себя, и, там, будет бегать больше бросать и пытаться забить, а человек будет стоять в пустых воротах и не будет задавать пасту, ну, смысла нету тогда играть. Ну, вот моменты, которые тоже радуют, что, например, тренер чувствует настроение команды, дает выходные, когда другой бы мог заставить пахать еще сильнее после поражения, например. Вот этот контакт между наставниками и игроками, он, по-моему, такой близкий к оптимальному в этом сезоне. Ну, тут я согласен, да, говорю, Андрей Владимирович, понятно, очень много про него там летом говорили, да, что там такой-сякой там, как бы, ну, опять же, я не раз говорил, что Андрей Владимирович немножко поменялся, да, все, он уже вырос, он уже действительно доказал в КХЛ, что он отличный тренер, да, и он хороший человек сам по жизни. Ну, бывает, там, он на лавке там иногда покрикивает, там, еще что-то, ну, говорю, я уже и хоккеисты нашим, говорю, ребят, поймите, он еще как бы в хоккей играет тоже, как бы, вот он выходит с ними, там, на претельной игре, и играет, там, это, но он играет, он еще играет, и там он покрикивает на них, он переживает то, что вот он бы сделал по-другому, он чувствует команду, когда команда немножко раздолбанчает, да, так по-русски говоря, он ее там немножко прихватывает, да, если команда, все нормально, да, так, где-то, такое доброе словечко где-то еще там. Говорю, хорошо, что он сам играл, сам понимает, когда сделать выходные, когда там тренировки, когда там сделать баллоны. То есть в этом плане. Ну, говорю, и сам тренерский коллектив, они друг друга поддерживают. Что бы ни случилось в грядущем плей-офф, мы точно знаем одно. За этот сезон нашей команде как минимум не стыдно, а как максимум многими вещами можно даже гордиться. И я надеюсь, что разговоры о важном мы продолжим уже в ближайшее время. Большое спасибо, Сергей Юрьевич. Я желаю вам и всей нашей команде максимум позитива, хорошо подготовиться к плей-офф, ну и порадовать нас этой весной. Спасибо, постараемся. Приходите в гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова